здравствуйте уважаемые зрители канала сегодня наш новый выпуск на тему невероятный вольф мессинг сбывшиеся пророчества и предсказания о будущем россии берлин 1938 год вольф мессинг на сцене демонстрирует свой короны номер впадение в кататонический транс и вроде все идет как обычно но те кто видит шоу уже не в первый раз понимают что-то не так менталист вдруг замирает словно им кто-то управляет как пупой марионеткой и произносит закрытыми глазами я вижу танки с красными звездами на улицах берлина я вижу мертвого фюрера я вижу германию в руинах всего этого не избежать если гитлер двинется на восток после этого мессинг падает на сцену без чувств его уносят помощники зал прибывает в шоке а за кулисы уже бегут солдата со свастиками на рукавах вольф мессинг родился в крохотной еврейской деревушке гура кальвария близ варшавы тогда в 1899 году это была территория российской империи его мать хана была очень набожной как и отец гершик которую к тому же был типичным неудачником мальчик с детства страдал лунатизмом ходил по ночам мать считала это чудесным даром но отец мессинга думал совершенно по-другому с болезнью сына он боролся простым способом ставил на ночь возле его кровати таз с холодной водой хочешь не хочешь а проснешься а еще мальчишка обладал феноменальной памятью что и помогло ему стать лучшим учеником в местной школе при синагоге юный мессинг от корки до корки выучил главную еврейскую книгу талмуд что не могло не радовать отца ведь тот спал и видел что сын станет раввином правда самого вольфа такая судьба не прельщала в детстве он попал на цирковое представление и уже тогда после выступления твердо решил стать фокусником в этом решении его не смогли переубедить не уговоры не побои отца тот добился обратного эффекта однажды мальчик похитив жалкие 18 грошей составлявших все состояние семейства ушел из дома чтобы не вернуться сюда никогда говорят тогда сидя безбилетным в берлинском поезде и трясясь при виде приближающего контролера парень впервые и проявил свои необычайные способности он протянул проверяющему какой-то клочок старой газеты а тот с полным убеждением что держит в руках настоящий билет кивнул и пошел дальше жизнь в германской столице оказалась непростой парнишка был вынужден работать до изнеможения не доедал и не досыпал однажды от крайнего истощения он упал в обморок и пришел в себя спустя несколько дней на каталке в морге чем чуть не до смерти напугал местного патолога анатома но еще в большее изумление тот пришел когда мессинг сказал пожалуйста не надо звать полицию и отправлять меня в приют именно такие мысли и родились в голове медика а парнишка будто бы прочел их а может это было простым совпадением кто знает дальнейшая судьба юноши была связана с цирком он выступал в роли факира в которого втыкали иглы и шпаги был предсказателем умевшим читать чужие мысли иллюзионистом и гипнотизером внушавшим людям что пожелает но с годами отошел от дешевых фокусов как он их называл и решил заняться исключительно психологическими опытами первое мировое турне принесло ему славу и популярность но счастливая жизнь молодого человека закончилась тем самым выступлением в берлине после него мессинг оказался в тюрьме на публике в германии предсказывать смерти гитлера будучи к тому же евреем как это вообще могло прийти в голову но ясновидец признавался в такие моменты он не мог себя контролировать из берлинской тюрьмы ему удалось чудом бежать впоследствии сам мессинг намекал будто бы ему помогли его сверхъестественные способности но как было на самом деле мы теперь уже вряд ли узнаем в 1939 году вольф прибыл в польшу а в германии за его голову была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок но долго на территории бывшей родины мессинг не задержался и отправился в советский союз как самостоятельное государство польша вскоре перестала существовать а дальнейшая жизнь менталиста была связана с ссср в составе агитационной бригады мессинг отправился в путешествие по стране однажды во время выступления в белорусской деревне холм на сцену поднялись двое в штатском и вывели менталиста что называется под белый рученьки гипнотизер слова которым быстро разлетелось по стране заинтересовал лично сталина как прошла встреча и была ли она вообще нам неизвестно в архивах не сохранилось никаких документов подтверждающих что мессинг его ж народа встречались поэтому мы можем полагаться только на мемуары самого иллюзиониста он рассказывал что сталин потребовал от него доказательств и мессингу пришлось демонстрировать свои способности сначала он прошел мимо кремлевской охраны прямо в кабинет вождя не имея на руках ни пропуска ни каких-нибудь других документов а затем с пустым листом врученным сталином получил в госбанке 100 тысяч рублей этого было достаточно чтобы завоевать доверие подозревающего всех вождя позже мессинг неоднократно бывал и на линии фронта где давал представление с чтением мыслей и предсказаниями будущего выступление гипнотизера были крайне успешными и он зарабатывал немалые по тем временам деньги сделанных им за годы войны пожертвований хватило на строительство двух самолетов истребителей отправленных на фронт на одном из построенных на деньги мессинга истребители як-7 летал герой советского союза константин ковалев на фюзеляже машины красовалась надпись подарок от советского патриота вольфа мессинга герою советского союза летчику балтики константину ковалеву на этом истребители летчик сбил четыре вражеских самолета в 1943 1944 годах ясновидец проживал в новосибирске здесь он часто давал концерты во время одного из них военные отправляющийся на фронт поинтересовался когда закончится война мессинг немного задумался и ответил 8 мая год он не уточнил но дату назвал абсолютно точно ведь первоначальный вариант капитуляции был подписан именно в этот день рассказывают что после победы сталин лично телеграммой поздравил вольфа конечно список пророчеств сделанных известным гипнотизером на этом далеко не заканчивается скорее с этого его можно только начинать в дальнейшем мессинг предсказал еще много событий например гибель хоккейной команды ввс в 1950 году на самолете должен был лететь сын сталина василий но мессинг посоветовал тому ехать поездом в условиях нелетной погоды при заходе на посадку самолет разбился своим предсказанием мессинг фактически спас жизнь василию сталину за что как рассказывают вождь народов покровительствовал ему и был благодарен до конца жизни предсказывал вольф и смерть сталина в 1953 году разговаривая с вождем народов мессинг просил его прекратить репрессии против еврейского народа говоря что в противном случае сталина ждет скорая смерть и иудейский праздник так и произошло в 1953 году на 3 марта выпал пурим еврейский религиозный праздник после смерти вождя народов в жизни мессинга настала черная полоса с хрущевым он не поладил очень скоро новый генсек советского союза провозгласил курс на развенчание культа личности сталина и попытался использовать в качестве инструмента пропаганды мессинга того пригласили на очередной съезд партии и даже подготовили речь которую ясновидец должен был выдать за свои предсказания среди прочего в документе была и фраза о необходимости вынести тело сталина из мавзолея ничего из этого озвучивать мессинг не пожелал это было его принципом на публике он делал только те предсказания в которых был абсолютно уверен отказывать главе государства смелый но не самый благоразумный поступок после него концертные залы и площадки для мессинга были закрыты некоторое время он гастролировал по маленьким городкам поселковым и деревенским клубом но и эту возможность власть скоро прикрыла после чего мессинг ушел в депрессию замкнулся и редко появлялся на публике кстати у советского рок-барда александра башлачева есть песня грибоедовский вальс где в образе выдающегося гипнотизера выступающего на маленькой сцене районного клуба явно угадывается вольф мессинг предсказал менталист и точную дату собственной смерти 8 ноября 1974 года незадолго до этого мессингу сделали успешную операцию на артериях ног которые артист повредил еще во время войны но по неизвестной причине через пару дней ему резко стало плохо и он умер конечно это лишь крохи из того что предсказывал вольф мессинг какие-то из его пророчеств уже сбылись какие-то только сбудутся ведь ясновидящий много говорил о далеком для тех времен будущем 21 веке особенность предсказаний мессинга в том что он редко называл точные даты да сами события ясновидящий хорошо видел но как скоро они произойдут мог сказать не всегда особенно когда заглядывал далеко вперед вот и пророчества его россии довольно расплывчатые хотя сейчас недавние события просматриваются довольно четко так в первой половине 21 века он предвидел экономические трудности и некое опасное заболевание которое их еще более усугубит под страшной болезнью мессинг по-видимому подразумевал корона вирус предсказывал мессинг и конфликт между россией и украины которые будут раздувать другие страны правда до недавнего времени было не совсем понятно что имел ввиду провидец говоря о клочке южной земли крым или карабах но теперь очевидно что речь о днр и лнр говоря о продолжительности противостояния вольф не был оптимистичен по его словам конфликт продлится минимум пять лет но потом наступит потепление и россия после затяжного кризиса поднимется с колен а сша наоборот объятые внутренними распрями надолго потеряют влияние в мире хочется верить что в своих предсказаниях великий гипнотизер не ошибался кроме пожалуй одного продолжительности конфликта очень хотелось бы чтобы он не затягивался для того чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории россии а также разбору выдуманных мифов которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору подпишись на канал и поставь лайк мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю россии